Патч. Ага. Вместе с гильдией, да. Так, ребаланс, ребаланс. Надеюсь, тут качество будет неплохое. Видно? Вроде бы видно, да, чётик? Так, изменения и улучшения в балансе навыков монстров. Итак, давайте посмотрим. Это всё мы читать не будем. Итак, перейдём к делу. У вас, скорее всего, будет мелкий шрифт. Я могу перейти в браузер, но там тоже будет не очень удобно для меня. Я вам буду читать, а вы уже, соответственно, просто слушайте. Вампир. Светлый. Тот, что первач. Так, благородное соглашение. Пробуждение. То есть, когда вы персонажа пробуждаете, у него типа улучшается скилл. Это, насколько помню, уже второй скилл, да? Так, до ребаланса. Точнее, пока ещё так работает, пока не вышел патч. При крит-ударе оглушает противника на один ход. То есть, для того, чтобы застанеть в теории, вы должны критануть. Шанс очень повышен. Даже если у вас ноль точности в этой ситуации, вы всё равно будете очень часто станеть. Потому что здесь есть условия. И вы его выполняете. Ну, вампира Света вы часто видите саппортящего? Я думаю, нет. То есть, чаще всего он является ДДшкой. Да, его там делают жирным, всё такое тоже, чтобы не издыхал там с пару тычек. Хоть его пассивка сэйвит, но всё же. То есть, естественно, у него много шанса крита. Как минимум 70 под второй скилл. Второй скилл ему, насколько помню, ещё 30 шанса крита даёт. Теперь. Ну, типа после, да? Будем говорить так, как будто патч уже вышел. Хорошо? После. С 50% шансом оглушает противника на один ход. Без дополнительных условий. Напомните, он же бьёт два раза, да, со второго скилла? Ну, смотрите. Если сделать... Я не знаю, зачем. Если сделать с вампира Света саппорта, то это, конечно, ап. Вы бьёте два раза. Да, у вас два раза эти 50%. Вот, Фердини, то, что ты спрашивал, вот видишь, вот тебе пример. Если два раза ты бьёшь, и у тебя не срабатывает скилл, то ты, естественно, никого не застанешь. Вот. Понимаете, да? А раньше... Ну, вот. Как будто патч уже вышел, да, помните? А раньше, получается, вы со второго скилла получали 30 шанса крита бонусом. То есть, даже... Ну, блин, даже если у вас 50 шанса крита было, плюс 30, вы всё равно где-нибудь где-нибудь до крита нёте. А если у тёмного персонажа, ещё плюс 15 шанса крита. Понимаете? Добавили. Вот я как бы к чему. Понимаете? Следовательно, мне кажется, это... Ну, это нерв. Ещё раз. Что такое нерв? Это когда персонажа, скажем так, попускают. Да? Вот. Как-то так. Поэтому, мне кажется, его ослабили, этого персонажа. Буду говорить русским словом. Ну, я же говорю, только в саппорт-варианте. И в какой-то ситуации, когда там вы не можете критануть. Когда против вас там какая-то окрома, кстати. Тоже о ней поговорим. И так далее. Там баф на антикрита залетел. На антикрит залетел. И тому подобное. Ну, в какой-то ситуации вы скажете, о, классно. Я не кританул, но всё равно застанил. Но в большинстве ситуаций вы его и делали, как ддшку, чтобы он критовал. Понимаете, да? Ну, опять же, для некоторых ситуаций, да. Много-много-много вариантов, где это будет апом. А для каких-то ситуаций нерфом. Но в большинстве ситуаций, мне кажется. Мне кажется, моё мнение, что это всё-таки попустили чуть-чуть персонажа. Но не так, что он стал кормом. И такой, всё, ребят, скармливайте вампиру огня. Будет быстрее фармить дракона. Нет, конечно же. Или да. Так вот. Оракул тьмы. Она же Киану Ривз. Ораковая ошибка. Вероятность оглушения снижена. Со 100% до 85. То есть третий скилл, когда вы юзаете массово. То есть это перманентно снижено. Подожди, может ей проточку добавят на эти 15 шанса крита? Но я не уверен. Ну, типа, может там в проточке, если у вас даже фулл скилл, появится эти 15 шанса крита. Но опять же, я же говорю, я не уверен. До снимает бафы со всех противников. И гарантированно на один ход станет тех, с кого сняли баф. То есть если не сняли, то не факт, что застанет. Понимаете, да? После снимает бафы со всех противников. Всё то же самое. Но с 85% шансом оглушает на один ход врагов без бафов. И гарантированно оглушает на один ход тех... Тех... Снялось. Ну, типа... Хм... Мне нужно скилл прочитать. Подождите. Как работает сейчас? Надо было второй клиент, наверное, открыть для того, чтобы... Ну, мы будем бегать, прыгать. Лучше уж всё пересмотреть. Для того, чтобы не оставалось вопросиков. Так. Как у неё сейчас работает? Так. Видите, проточки нет. То есть, КД 5 ходов, эвейкнутая и все дела. Был снят. Не могут сопротивляться оглушению. Ну, то есть, чуть-чуть её попустили. А она, типа, имбой была? За последнее время. Ну, типа, прям вообще неистово. Не сказать, что я бы её видел прямо у каждого второго. Не, ну, естественно, лучше стало, чем раньше. Раньше этого не было. То есть, короче, её чуть-чуть... Опять же, может, это в проточки добавят. Может, это то же самое. Просто надо скилл проточить, если он у вас, типа, не проточен. Но, мне кажется, это не так будет. Ну, типа, сделали чуть-чуть слабее. Ну, 15 процентов... Нет, 15 процентов это неприятно, конечно. Это не 5 процентов. Но не сказать, что её там прям убили. Согласен. Больше проблема в том, что она не снимала бафы. Это вообще не Тиана ни разу. Как бы. Но не сказать, что её прям убили, там, понерфили. Прям, ну... Ну, сильнее её не сделали. Это точно. У вампира хоть как-то спорно, да, можно рассмотреть. А Оракула точно не сделали сильнее. Ни для одной ситуации. Так, Асура. А почему их разделили? Я тут читал. Короче, видите? Асуры внизу будут. И Асура наверху. Я не знаю, почему так сделано, но к ним ещё вернёмся. Асура Тьмы. Ну, это самый популярный персонаж, который стоит в защите. Бог Ярости. Это у него пассивка. До. При получении хода впадает в состояние угрозы. Так. В состояние угрозы. Так, если показатель собственного здоровья выше 50%. То есть вы его дамажите, дамажите. Если вы ему не сняли больше половины хп, то он баф себе обретает угроза. И вы должны его ударить для того, чтобы с него он слетел. Этот баф. То есть это как бы агрессия, только в обратную сторону в виде бафа. Понимаете, да? Теперь, после. При получении хода впадает в состояние угрозы, если показатель собственного здоровья выше 70%. Понерфили. То есть тут существенно опустили пацана. Ну, не прям так, что он стал кормом. Я уверен, как стоял в защите, так и будет наверняка. Но чуть-чуть сделали слабее. Я имею в виду, что раньше, допустим, Асуре 50% сбить сразу было проблематично. Сейчас 30% сбить будет, ну, 30% это не 50%. То есть чуть-чуть попроще. Как видите, пока что-то они, ну, чуть-чуть опускают всех персонажей. Ну, короче, стал слабее, но не сказать, что это прям, наверное, будет критично, что вообще нет смысла уже им играть. Сделали хуже. Кукловоды все. Это первый скилл, то есть аналог Козлика. Раньше восстанавливали 15%, когда ходили. Теперь 10%. Ну, чуть менее будет приятно, но от этого кукловоды не станут наверняка реже юзаться. Кукловод Огонь. Цикл Вечности. Дополнительный эффект, то есть добавили эффект. Накладывает эффект Безмолвия на выбранную цель на два хода. То есть правильно, когда вы юзаете третий скилл, вы еще и закидываете Безмолвие. Ну, теперь его не все будут, теперь не все будут кричать, что он полный мусор и бесполезен. То есть еще и Сайленс на два хода. Это неплохо, да. Это такой уже небольшой аналог Ветреного кукловода будет, да, в каком-то смысле. Там у него пассивка, все дела, да. А здесь получается у вас тот, на кого вы кликаете, если я правильно понял, да, то вы еще и Сайленс можете закинуть. Не факт, что закинете, но можете закинуть. Ну, типа хуже не стало, да. Это, скажем так, первый апчик. Дальше. О боже, я это не прочитаю. Я даже стараться не буду. Короче, какой-то там маг клана экзорцистов. Огонь и тьма. Именно этот скилл. Ускорение отката навыка с четырех ходов до трех. Ну, о чем и говорили, давно пора. Станет чуть-чуть юзабельным, что тут сказать. Да, это ап. Ну, естественно, ап. КД скилла меньше сделали, понятное дело. Так, дальше. Маг клана экзорцистов. Тьма. Так, его какой-то скилл. До. Четвертый удар ослабляет силу атаки противника на два хода. Третий навык. А теперь четвертый удар ослабляет силу атаки и защиту противника на один ход. Ну, как вы понимаете, если вы его использовали для того, чтобы держать раскол атаки на враге, то это понерфили. А если как бы теперь он у вас может быть чуть более функционален в плане того, что вы и атаку ломаете, и защиту, но на один ход. На один ход. Этот, ну, типа, немного. Я уж молчу про прок виолента. Просто враг походил, и вашего дебафа там нет. Разве что враг проходил, и вы тут же ему закинули, у него там пока атак бар заполнится, да? И вы можете туда хотя бы накидать. Ну, то есть, в какой-то ситуации это нерв, где-то это ап. Просто переделали скилл. Если бы они сделали на два хода и атаку, и броню, я бы, конечно, сказал, нифига себе, это ап. А на один ход, ну, это что-то такое, знаете, типа, надо вспомнить про персонажа, и надо ему что-то переделать. Вот, такое, на коленке сделанное, высосано с пальца. Так, клан экзорцистов, боец, вода, пассивку, добавили эффект. На три хода получает щит пропорциональный нанесенному урону, если противник погиб при атаке. Что-то типа, ну, у дафниса другое условие, но что-то типа дафниса, да? То есть, наносите урон, получаете себе купол, но если убили врага. Короче, добавили саива персонажу. Точно хуже не сделали, это апчик, естественно. Так, огненный, добавлен эффект. Враги, здоровье которых не было разрушено, получают на 50% больше урона. Пылающий удар, максимальная мощь. Ну, это просто разные версии одного и того же скилла, название, по факту это одно и то же. Нет, ну это, естественно, плюс к дамаге. Может, теперь чаще будут юзаться. Опять же, для меня это все мусор, мне не нравится ни одно из этого всего. Но, опять же, со всеми этими апами можно уже и рассмотреть. Они меня бесят просто внешне. Так, следующий. Так, огонь, ветер и тьма. Кто там? Боец клана экзорцистов, Иисусе. Так, до шанс крит удара повышался на 50% за каждый дебаф, наложенный на врага. А, то, что я говорил, типа, нафига, там два дебафа, это уже 100 шанса крита. А теперь, при атаке на врага с дебафами... О, вот, а чё? Боже мой, меня услышали! Я, я, ну вот, я так и сказал, почему не сделать просто, что если вы бьете, там, допустим, хотя бы по двум дебафам, просто 100% шанс крита. И всё. И ты будешь знать, что ты предварительно закинул какой-то дебаф и уже гарантированно в него критуешь. Смотри, они сделали, причём условия любой дебаф. То есть, в раскол, там, в замедло, во что угодно, ты 100% критуешь. Спасибо, Коммунтуасы, что смотрите и воплощаете наши мечты. Спасибо очки вам. Так, дальше. Боец, да, ловец, не боец, а ловец клана экзорцистов, Ветер. Так, дополнительный эффект. При получении дебафа, так, дебафа, индикатор атаки монстра повышается на 30%. То есть, быстрее скинете с себя дебафы. Это неплохо. Да, ну, типа, 30% атакбара, ну, наверное, за один дебаф. Наверное, если вам там, типа, 2-3 дебафа кинет один персонаж. Вряд ли вы ускоритесь на 60, там, на 90% атакбара. Не знаю. Не знаю. Наверное, неважно, какое количество дебафов, всегда 30%. А, хорошо, а если на тебе есть дебаф, ты ускорился, а тебе еще кинули дебаф, ты еще ускоришься? Или на тебе был, не было дебафов, тебе кинули 10 дебафов, ты, допустим, ускорился на 30 или на 100 атакбара. Насколько там, да? А потом тебе еще кинули в этот момент, ты еще ускоришься на 30 или еще там на какой-то... Пока не ясно, непонятно. Но, типа, хуже не стало, стало лучше, естественно. Так, ловец клана экзорцистов светлые. Резонанс. Так, восстанавливать, собственно, здоровье на 15% после использования навыка. Ха. Это прикольно. Ну, типа, дополнительный отхил. Это хорошо. Такой встроенный кукловод раньше. Да, раньше, 15%, да, у персонажа. Встроенный кукловод, это звучит... ладно. Так, последователь. Это то, что нам уже поближе. Всякие там вусики и так далее. Огонь, ветер, тьма. Мудрость большой медведицы. Раньше этот скилл так прикольно назывался. Так вот, до. Исключена вероятность нанесения скользящего удара. Очень противоречная... Противоречивая противоречная. Есть такое дослово. Но этот переделка ап, типа, после атака всегда наносит крит-удар. Итак, господа, смотрите. Раньше последователям, к примеру, последователям огня, ну, или кем вы чаще всего там играли, вы могли со второго скилла, к примеру, продамажить Камиллу, но гарантированно не критуя в нее. И, к примеру, там на Камиллу кто-то перед этим кинул раскол, как вариант, да? И вы ходите в вашем там Чхиву или еще кем-то со второго скилла, и вы знаете, что вы этот раскол гарантированно не снимете. Теперь вы его гарантированно снимете. Да. Теперь вы гарантированно кританете там по какому-то Артамиелю. Теперь вы гарантированно затригерите пассивку Кошки Тьмы. Там и так далее, и так далее, и так далее. Раньше вы могли надеяться на то, что вас Чхиву там добьет эту долбанную Кошку Тьмы или еще кого-то. То есть вариантов очень много там. По тому же Жултану вы теперь будете критовать. Это еще надо помнить, понимаете? Кто-то еще и удивится, типа, что я кританул вторым скиллом, что за бред? С другой стороны, даже кто-то скажет, теперь мой даже Чхиву там или кто еще, будет больше наносить крит урона. Ну, типа, больше дамаги вносить. Как ни крути, да? Раньше вы не скользили, не скользили, да? Теперь вы всегда критуете. Ну, где-то, да, это будет плюсом. Особенно если у вас там, представьте, вы там своему Чхиву, но мы говорим сейчас про Чхиву, а потом поговорим про ветреного персонажа. Вот там мне есть что добавить. Вот Чхиву, в теории, вы теперь можете одеть через крит урон во второй навык, потому что, к примеру, у вас там лежит 35 скорости в четвертый слот. И раньше вы бы Чхиву, скорее всего, никогда бы такое не поставили, ну, разве что с третьего скилла, где нигде крит анет. Теперь вы со второго скилла можете неплохо так нагнуть кого-то, при там хотя бы 150 крит урона. Понимаете, да? То есть я же говорю, в какой-то ситуации это небольшой будет плюс. Но во многих, это надо помнить теперь, это будет минусом. Теперь поговорим про ветер. То есть это касалось информации Чхиву и темного, да? Теперь говорим про ветер. Наконец-то, тут многие скажут. Функпега используют редко. Из-за даже того, что у него не особо функциональный второй навык. Да, он бьет больно, потому что у вашего функпега много атаки. Но крит урон не работал раньше на второй скилл. Теперь же функпег со второго скилла будет просто аннигилировать нахрен. Он будет просто насиловать и извращаться как захочет. Но опять же, в какой-то ситуации ваш функпег мог ту же Камилу очень больно пробить и не снять с нее дебафы. Если вам это было важно. Вот как-то так. Но в большинстве ситуации функпег скажет спасибо. Остальные же саппорты тут как бы и плюс и минус. Я же говорю, ну вот будто знаете, Кумтуасам надо было что-то поменять. Давно у этих персонажей. И они такие, ой, давай что-то там поменяем. Вот давай что-то вот. То есть и не улучшили, и вроде не ухудшили. Потому что для какой-то ситуации стало хуже, для какой-то лучше. Ну вот просто, знаете, переодели носки. Шиворот на выворот что-то сделали. Ладно. Король Такеби, господи. Король Такеби. Вода. Гигантская дубинка. У кого гигантская дубинка плюс их щад. Так вот. До восстанавливает собственное здоровье на 30%. Теперь восстанавливает здоровье всех союзников на 20%. Станет юзабельный? Юзабельней? Что думаете? Ну потому что водяной по своей природе, не будем брать ЛД. Так. Он менее юзабелен. Огненный даже, наверное, намного чаще юзабелен. Почему? Потому что в дот пачке он прям анигилирует. Там такой краш хэп летит. Ого, да. Я под него не отказался, кстати. Очень, очень, как по мне, сильный персонаж. Даже на многих этажах башни он может зарешать тем, что когда вы крашите хэпэ, объясню, как работает краш хэпэ. Вы, к примеру, нападаете на монстра. Давайте возьмем такого персонажа, как, как, как. Ну давайте ретеша. У ретеша фактически все навыки работают от его хэпэ. Поэтому вряд ли вы встретите ретеша, у которого 10 тысяч хэпэ в плюсе. Зачастую от 30 и выше. Следовательно, представим, что у ретеша 50 тысяч хэпэ в общем. В общем, да, 50 тысяч. Походил ваш король Такеби, потому что у него на пассивке это. Или вы одели комплект рун, краши, одно и то же. Просто королек, он быстрее скрашит хэпэ. И, к примеру, вы скрашили 60% хэпэ. 60% это максимум. Больше вы не можете скрашить. Даже если персонаж воскрешается, у него все равно скрашенное хэпэ остается. И представьте, с 60% вы срезали, у какого-то ретеша останется, я грубо округлю, 20 тысяч хэпэ. Теперь представьте, с 50 тысяч хэп ретеш бил, ну, к примеру, на 5 тысяч хэпэ каждого. А так как у него осталось не 50 тысяч хэпэ, а 20 максималка, значит он уже будет бить не на 5 тысяч, к примеру, а на 2 тысячи. Чувствуете разницу, насколько это сильно нерфит любого персонажа, который работает от хэпэ, от своего хэпэ. Хилит от своего хэпэ, купол кидает от своего хэпэ, урон наносит от своего хэпэ. Вот, поэтому огненный, он многими почему-то, я не знаю, недооценен, его считают. Ну, если взять ротацию, топ-1 это ветер, конечно же. Потом ставят огонь, потому что некоторые со мной согласны, кто-то нет. А потом ставят воду. Так вот, возможно, после этого апа вода станет, ну, типа как минимум на уровне огня. Но я могу ошибаться, тут надо протестить, посмотреть как-то так. Ну, ветер все равно, он не перебьет в плане полезности, потому что там более жесткая пассивка, как ни крути. И, наверное, более даже подходящая стихия, что ли, как бы это странно ни звучало. Но, опять же, стало, как по мне, лучше. Лучше хильнуть всех, но на 20, чем только себя на 30. Наверное, да. Так что стало точно лучше. Валькирия, свет. Боже, аллилуйя, наконец-то. Станет еще проще, нет, проходить хелл башню. Хелл башня, 10 этаж. Добрый вечер. Нет, я его, в принципе, легко прошел. И когда остаются 3 окромы, в принципе, это и пассивка работать не будет, но все же. Да нет, точнее будет работать. Дополнительный эффект. Там пассивка скоро будет на вот таких вот 4 листа, понимаете, ребят? У окромы. У окромы. У окромы пассивка не дает что? Деньги. Деньги вам не дает, когда пассивка окромы срабатывает. Я считаю, что пассивка окромы что должна давать? Так как у нее щит богов, да? Если вы не ударили окрому, окрома получает плюс 100 крит урона. Если вы ударили союзника по левую руку окромы, окрома получает плюс баф на атаку. Если вы ударили союзника окромы по правое плечо, окрома получает плюс баф на скорость. Если вы не слили атак бара окроме, есть персонажи, которые могут сливать, окрома получает дополнительный ход. Сразу, мгновенно. Так, если у окромы больше половины хп, окрома критует с первого скилла гарантированно. Что еще добавить надо? Я не знаю, блин, что еще дорисовать этой долбанной окроме, блин. Я же говорю, там пассивка на 4 листа уже просто, сиди, читай и учи. Щит бога, блин. Щит, вот именно что щит. Пополняет свой индикатор атаки на 5%, до 20%, не больше. Каждый раз, когда союзник был атакован, не крит ударом. Ох, 10-й хелл, ох, 10-й хелл, как будет весело. Да даже теперь новичкам, представляете? Раньше кто-то брал гара против окром, понимаете? И гара контрил окром. Сейчас разрабы такие. Какая же будет новость для человека, который не смотрит стрима ракиса и не смотрит патч баланс. А крома, гара, стопроцентное прохождение, приветики. Ха-ха, извините, да. Ох, теперь я вижу человека, который раньше всегда и гарантированно проходил, а теперь, а что случилось? Баги какие-то, почему я не могу убить? Разрабы, красивый троллинг. По факту это не сильно повлияет, но против тех, кто в башне проходил тем самым, да, теперь будет очень весело. Так, Рю, Страйкер, Вода. Духовная очка, Око, Око. Его пассивка. Дополнительный эффект. При получении удара на один ход повышает свою силу атаки. То есть, кто не понял, у него пассивка, до конца не помню как работает, но сам факт. Первую атаку, которую вы ему наносите, допустим, Люшен у вас кидает карты по этому Страйкеру. Первая карта, она не нанесет вообще урона. И Страйкер пополнит себе фулл атак бар. И он фактически готов походить. И теперь он будет это делать с бафом атаки. Ну, типа, это точно ап. Теперь, ну, раньше его одевали в основном как саппорта, который должен сходить с контратачей, да, и вас, типа, что-то, типа, знаете, напоминающее немножко Амдуата. Если вы видите Страйкера Воды и Амдуата в моей ситуации, ты такой, ага, следующая, следующая атака, я иду мимо. Ну, типа, нет, спасибо, не надо. Но, опять же, в моей ситуации у меня есть шарик огненный, поэтому мне пофиг. Как-то так. Но, он еще и, насколько помню, бафы снимает. Поэтому теперь он будет больше банально наносить урона. Возможно, теперь чаще его вы будете видеть такой полусаппорта жирный вариант. Там не просто там фулл хп или защита там плюс скорость. А теперь еще и крит урон, потому что баф атаки вам добавит неплохо так атаки. Ну, типа, теперь он чаще будет использоваться. Это к бабке не ходи, но, типа, хуже его не сделали, это точно. Едем дальше. Дракон Тьма. Как по мне, это ап, хотя уже со мной оспорили этот момент, что, типа, это нифига не ап. Ну, не знаю, мне, как по мне, это ап. До. Всегда атакует крит ударом противника стихии света. После. Немедленно получает дополнительный ход при убийстве противника. Привет, ненужный виолент теперь. Раньше, ну, его, ну, посмотрите, любого топового дракона, он обязательно будет в виоленте. Обязательно. Теперь, зачем? Придется просто переодеть и сделать его еще более дамажным. Ну, типа, как часто вы берете специально дракона, делаете ему ноль шанса крита, чтобы он, типа, что, кританул по светлому персонажу, чтобы он франк какой-то убил? Нет. Как по мне, это, типа, очень, очень сильно. Тем более, немедленно получает. Это не просто пополняет себе атак бар на 100%. Он тут же ходит. Да, конечно, там пассивка Эридаса может посмеяться в ответ такой. Тут же ходит, конечно. Нет. Так вот. Соответственно, ну, все же, дракон тьмы стал явно лучше. Ну, как вы можете мне доказать, что он, типа, хуже? Для какой ситуации он стал хуже? Для какой? В той ситуации, когда у вас нет маны, его переодеть теперь в более качественные руны, но это вряд ли можно этим парировать. Так. Так, поэтому он точно стал лучше. Ну, вы убиваете и тут же получаете дополнительный ход и можете опять убить. Где он стал хуже? Я этого не понимаю. Короче, как по мне, он стал явно... Да, он был, понимаете, дном. Никто его нигде не юзал. Абсолютный корм. Ну, может, где-то на пятого гиганта ставили. А сейчас, наконец-то, может, хоть на седьмого гиганта будут брать. Да, ком-то вас и спасибо. Вот. Очень нужно было. Все страдали. Персонаж не апанный. А Лео апнули, да? Лео. Лео улучшили? Да, Лео тоже улучшили. Нет. Вот Лео десять лет не улучшали. Это нормально. Да, а вот дракон, ну, просто согласен. Да, дракон это не Лео. Все-таки надо улучшать. Это уж капец. Дальше. Обезьяны. Обезьяный ветер. Каменная обезьяна. Так, до получения... Так, при получении удара в состоянии безвиженности, то есть, когда ваша макака была застанена или заморожена, пополнял свой атак бар на 20%. То есть, макака быстрее пополняла атак бар, когда она стояла в стане, чтобы не стоять в стане. Ну, как бы, вполне логичная пассивка была. Теперь. При контратаке навыком каменная обезьяна пассивная снимает с противника один баф. Так. Ну, смотрите. Я могу сказать так, что если его выкатывали на ГВшку, его часто брали специально, даже если вас какой-то огненный или какой-то там персонаж будет станеть, вы такие, типа, я даже специально для этого взял. В стане будет меньше... Ну, типа, быстрее будет пополнять атак бар, нормально. Теперь, в принципе, этот персонаж станет еще чаще выкатываться на арене и РТА, потому что он теперь может стрипать, снимать рандомно бафы. При этом он даже не делает свой ход. Теперь это будет больше раздражать в башне. Естественно. Теперь не удивляйтесь, что там какая-то ваша фран кинула баф на атаку, а бафа нет. Вы кинули иммунку, а иммунки нет. Да, башня, привет. Короче, для башни стало сложнее точно. Точно стало. Почему? Потому что в башне ты и так не мог застанеть эту макаку. Ты ее не мог застанеть. А теперь еще и будет бафы снимать. Ну да, там был этаж на каком-то 90-м плюс, где сама макака просто сама по себе стоит. Там 93-й или 92-й какой-то этаж. Но это немножко не то. Да, там это не сильно помешает. А вот на боссе это, конечно, будет больше теперь раздражать. Ну, в общем, опять же, минус для прохождения башни. Акрома, макака, добрый вечер. Так, ангелы-близнецы, огонь, ветер, тьма, горн поддержки. Опа, действует иммунитет. Так, иммунитет на всех союзников продлено с одного хода на два хода. Ну, может, теперь обычно, знаете, ангел света самый популярный, это водяной, наверное, из-за лидерки. Вот, скорее всего. Теперь же с одного хода на два хода иммунка, наверное, чаще будут выкатываться. Ну, два хода иммунка, а не один ход, как бы, наверное, да. Ну, точно хуже не сделали. Так что покатит, да? Так что покатит. Так. Подскажите, шоколадный воин ветра. Третий скилл, баф, который увеличивает силу атаки и шанс крита. Как понять, сколько шанса крита он добавляет в группе? Ровно 30. Всегда шанс крита добавляет 30 шанса крита. Следовательно, если у тебя 70 на персонажа, будет 100. Вот. Вот так. Так. Ангел Близнецы Свет. Беспорядочный выстрел. Шанс на снятие дебафа. Так, снятие бафа, точнее, извиняюсь, повышен с 50 до 70. Насколько помню, он, по-моему, еще и точился. Поэтому теперь, ну, плюс 20 процентов, опять же, стало еще лучше. Что-то их решили всех поапать. Так, девочка, пушка, ветер. Мой любимый первач, нет. Так, хладнокровность, пассивный. То есть, еще добавили что-то. Так, дополнительный эффект. Если эффект пассивного навыка. Так, суммируется до пяти раз. Так, снимает с себя все дебафы, за исключением обездвиженности при получении хода. Смотрите, это один из самых терпильных, назовем так, ДД в игре. То есть, это персонаж, который обычно, когда вы используете кли в пати, вы ходите первый. Ну, согласно, да, там какие-то Люшены, Джулии и прочие персонажи. Вы можете либо через два ускорения ходить, под бафами атаки и скорости, либо через, наоборот, стрип. Следовательно, используя Тиану, да, заливая себя, потом расколы от пирата и так далее. Или подобных персонажей. Здесь же персонаж используется в другой ситуации. Вы делаете медленную пачку, терпите вначале всю дамагу по вам. Настакиваете себе там 4-5 стаков, сколько там походили ваши враги за это время. И после этого она всех аннигилирует. То есть, образно, да, там берется супер-медленная Тиана, супер-медленный пират. Берется эта пушка и еще какой-то персонаж. Видел даже Дориона или Диаса, чтобы ваша пушка точно не сдохла. То есть, вы терпите, терпите в шелдах, в иммунитетах. После этого, последовательно, четко, если дебафы висят, Тиана снимает. Ходит ваш пират, ходит пушка и всех убивает. Да, бьет больно, все дела, но это не мой стиль терпилы в этой игре. Я, если и буду терпильно играть, то минимум через кого? Алисию, правильно. Потому что она намного эффективнее за счет своей лидерки и так далее. То есть, она 2 в 1. И лидерка, и дамага. А не вот этот вот мусор. Теперь, то есть, когда она получит какие-то дебафы, стиль же игры не поменяется. Ей нужно затерпеть, чтобы нанести урон в ответ побольше. И то, что она снимет с себя какой-то теперь рандомный баф на раскол на атаку, раскол брони. Разве ли это поможет? Если ей кинут раскол на броню, ее, скорее всего, следующий моб шотнет. Вот я к чему. А то, что она не снимает с себя стан. Ну, что это за ап такой? Ладно, здесь было бы написано. Снимает с себя все дебафы. То есть, даже если ее застанили. Ей там накидали полную жопу огурцов. Она все равно походит. Так как вы знаете, что вот только-только дойдет ее атак бар до фула. Ее очередь, скажем так, дойдет. Вы походите. Я бы сказал, о, прикольненько. Блин, неплохо. Как-то так. А сейчас это... Во-первых, зачастую этот эффект дополнительно даже работать не будет. Потому что те, кто как юзали ее, так и будут ее юзать. И зачастую на ней никогда не бывает никаких там дебафов. Ну, теперь, да, где-то шальной там гланс, замедло. Там, может, раскол на атаку дот какой-то вы снимете. Но, если бы у нее еще как-то от этого урон повышался. Приведу пример, да. За каждый снятый там дебаф увеличивают урон там на 5%. То вы такие, о, прикольно. Ну, в какой-то ситуации больше продамажу. Как было мусором, так и осталось. Вот, честное слово. Паладин, вода, тьма. Чуть-чуть апнули скилл. При атаке на противника без бафов провоцируют его на 2 хода. Ну. Это, знаете, что-то типа как вот у паладинши светлой, да. Сделали непобедимку на 2 хода. Так вот они, видимо, решили, давайте паладинши влажной, темной. Сделаем агар на 2 хода тогда. То есть это некое такое, знаете, как баланс между своей, между своей семейкой Адамсов. Ну, типа стало лучше. Привет, паладинши тьмы, еще чаще где-то там. Так, дьявольская девка. Вода. Договор. Сундучок. Похищает у противника 1 баф. Повышено до 2 бафов. То есть ворует 2 бафа. Ну, явный ап, хотя кто ее будет юзать из-за этого? Ну, кто-то будет юзать. Каждый персонаж юзабилен. Так, дальше. Страж Ордена Магов. Ветер и тьма. Танцующая звезда, господи. Шанс установить бомбу, которая взрывается. Так, взорвется через 2 хода. Повышен, я переведу на русский язык. С 80% до 100%. Воу-воу-воу, кто-то скажет. Ничего себе. Аллилуйя, блин. Ну, теперь хотя бы бомба будет, ну, если там точность сработает. То есть шанс саму бомбу кинуть будет 100%. Ну, он там дотачивается на 10%. Понимаете, да? Это типа, ну, лучше. А то 80% это как пират. Кое-где и как не проточен на третьем скилле. Понимаете, да? Да, то есть теперь будет реально чаще кидать бомбу. Ну, это хорошо. Неплохо. Я бы сказал бы даже. Может смотивирует кого-то его прокачать. Так, Чародейка. Ордена Магов. Огненная. Так, пассивка. До. Распространяет дебафы, наложенные на атакованную цель на случайного врага. Ага. А теперь дебафы, наложенные на атакованную цель, распространяются в первую очередь на противников с самым высоким индикатором атаки. Что есть, наверное, логичней. Потому что вот-вот враг должен походить, а вы его уже обдебафали. А раньше враг походит и он, ну если вам не повезло в этой ситуации, то дебафы на него могли не залететь и он походил такой чистенький и вам навалял. Там какой-то стрипер, клинсер может походить, ну типа помешать вам очень сильно. Ну стало, наверное, чуть-чуть, не чуть-чуть, а точно лучше. Слушай, да, с другой стороны, вы теперь точно будете знать, на кого будут закидываться дебафы в первую очередь, правильно? А раньше, рандомно, ну сейчас не всегда, то есть вам нужно будет кинуть дебафы тому, кто вот-вот сейчас походит. В какой-то ситуации это будет минусом, в какой-то. Но теперь вы хотя бы это контролировать можете. Вы точно будете знать, кому залетят эти дебафы. Да, наверное, стало лучше. Так, светлая, тоже пассивка. Когда противник снимает дебаф себя или баф союзника до, повышает индикатор атаки союзника с самым высоким его показателем на 30% и снимает с него один дебаф. То есть такая помесь и джуны, и многих персонажей, боже, тут прям вообще такой фарш. Теперь, напоминаю, когда противник снимает дебаф себя или баф союзника, то есть когда он себя чистит или с вас снимает бафы, теперь что он будет делать, повышает свой индикатор атаки и индикатор союзника, то есть она себя ускоряет и ускоряет союзника самым высоким показателем на 20%, а также снимает один дебаф. Насчет вот это, а также снимает один дебаф. И с нее тоже, наверное, наверное, да. Союзника точно, а вот снимает ли с себя, я не уверен, ну потому что тут так написано, как бы. Во-первых, все, что мы читаем, может криво быть переведено, поэтому заранее извиняюсь. Тут, опять же, надо будет глянуть. Ну, смотрите, себе 20 и союзнику 20, это как бы 40. Это лучше, наверное, чем одному персонажу 30. И если теперь из себя дебаф снимает и с союзника, то, конечно, это будет еще лучше. То есть вы ее берете теперь на уровне там какой-то джуны, правильно, чтобы постоянно чиститься, ускоряться и все такое. Опять же, ситуативный персонаж, но все же. Шакрамку. Что это они решили про шакра... Подожди, не бумеранша, а шакрамка тьмы. Порыв лунного света. Ускорение отката навыка с 5 ходов до 4. То есть 4 до 3 на самом деле. 3 хода кд третьего навыка. И че? И тебе привет. Добрый молодец, здоровочки. Ну, типа... Она такая лежала на складе, да? Ты ее такой погладил и такой лежи дальше. Спасибо, комтуасы. Как лежала на складе, так и будет. У кого-то, у меня ее нет, слава богу. Десантников решили апнуть. Так-так-так. Безжалостный удар. Это второй скилл, которым там прорезает. И перед этим, че там, 30 баф на шанс крита, по-моему, получает. Что-то типа того. Итак, дополнительный эффект. Исключена вероятность нанесения скользящего удара. Ага. То есть вы своим там, не знаю, там, кем угодно. Кем угодно, не кем угодно. В общем, вы сможете по воде критовать теперь. С большей вероятностью. И не сглансите. Можно выкатывать теперь против всяких там, я же говорю, водяных персонажей. Или на вас там гланс накинул кто-то. Теперь вы меньше будете насчет этого париться. Ну, типа, ну, сделали лучше. Будет ли кто-то юзать из-за этого? Особенно Карла. Нет, Карла я не прокачаю ни при каких условиях, пока его там не апнут очень сильно. Хотя вот, мы сейчас прочитаем, его апнули. И, возможно, если тогда бы Карлой апнули, когда я его тогда юзал, Карл бы наносил гораздо больше урона. Да. Тем более, вот со вторым скиллом теперь, какой он есть. Так, десантник, вода, ветер, свет. Светлого часто юзают на чудовищах. Водяного знаю, что юзает. Колющий удар. Так, продолжительный урон был на два хода. А теперь изменен эффект клейма на один ход. Ну, смотрите, в какой-то ситуации добить Теомарса, да, если прокнет Виолентом, лучше, чтобы был дот. В другой ситуации больше нанести урона, или после этого персонажа кто-то походит, и в это клеймо уже наваляет на 25% больше урона внесет. Ну, как бы, даже не знаю. Не сказать, что стало очень намного лучше. В совокупности, скорее всего, да, если взять именно по урону, будет его больше. Но иногда и дот очень нужен был бы. Как-то вот так. Дот хотя бы висит и 100%, 10% урона снесет. Если его не снимут, да, там, клинтером каким-то. А клеймо в него может не успеть кто-то походить дополнительно. Разве что твой персонаж там прокнет Виолентом. Ну, в общем, как-то переделали, да и переделали. Сильфы. Все. Аллилуйя, чатик. Наконец-то. Помните, я про это говорил? Бля, я про это говорил? Еще раз. Кто не помнит? Когда-то. Ребят, садитесь. Представьте. Дедушка Аракис сидит с палочкой. Костер. Вы сидите вокруг. И сейчас дяденька Аракис расскажет вам сказку. Так вот, ребята, когда-то, когда еще динозавры по улицам бегали. Да, вот это вот все. Мы с палками охотились на них. У сильфов, знаете, как работал первый скилл? Сейчас будет страшно. Он с 30% вероятностью ходил еще и еще и еще. То есть некий аналог Роака сейчас. То есть у него был 30% шанс вот так вот настрелять с первого скилла. То есть у меня были видосики, где он 5-6 раз стрелял с первого скилла. Да. Потом же этот скилл вот сейчас переделали как? Он получает себе крит удар. Вероятность крит ш... Ну, короче, он кидает на себя баф, который увеличит вам шанс крита на 30%. Зачем, вы спросите? Я не знаю. Можно ли после этого сделать водяного сильфа ДД? Нет. Он никогда урона не наносил и не начнет. Поэтому, логично, что лет 6 назад я сказал, почему на первом скилле не сделать либо замедло какое-то, либо чтобы он сливал атак бар. Аллилуйя! Меня услышали. Просто, видимо, разрабы долго мои записи видосиков пересматривают. Ну, у меня же их много. У меня 2500 видео на канале. Согласен. Попробуй, пересмотри. 75% шансом. Точиться он вряд ли будет. Ну, там как-то дотачиваться, потому что это точно не будет. Снижает индикатор атаки противника на 30%. То есть, теперь с первого скилла он не бесполезный стал. Теперь вы с первого скилла можете слить атак бар. Уху! Аллилуйка! Наконец-то! Вообще было бы идеально, знаете, смесь вот этой обновы и самой-самой первой. Чтобы было 30% шанс на дополнительный ход и при этом 75% шанс, что вы снизите атак бар. Прикиньте, да, вы несколько раз походили и посливали атак бар. Вот это для башни было бы топ. Короче, новички, ликуйте. Влажный сильф стал еще круче. Асура. Вода. Бесконечная тренировка. Пассивная, конечно. Дополнительный эффект. При максимально повышенной силе атаки монстр всегда имеет преимущество в стихии. Как вы думаете, пассивка будет подсвечиваться? Ну, ладно, вы это даже поймете по стрелочке. К примеру, вы водяным персонажем захотите ударить ветер. И если у вас зеленая стрелка, то вы понимаете, что у вас максимально, скажем так, заряжена пассивка. Да, тут даже так будет визуально. Но мне кажется, что может быть они сделают, что пассивка подсвечиваться будет в этот момент. Но я не уверен. Потому что она и так как бы крутится, а еще и подсвечиваться. Там не вызовет какой-то диссонанс. Ну, в любом случае, визуально это будет понятно по стрелочке. То есть не удивляйтесь, что у вас там зеленая стрелка появилась, когда вы там бьете образно там какого-то персонажа по типу ветер. Ну, типа прикольно. Преимущество стихии. Да, это неплохо. Водяного я тоже видел. Юзабельным. Теперь, наверное, будет еще более юзабельным. Так. Огненный. Печать. Асуры. Изменение показателей. Так. Оптимизировано количество атак, которые монстр наносит в зависимости от разницы между собственной силой атаки и силой атаки цели. Мы что-то переделали. Стало, наверное, лучше. Мы это забалансили. И теперь стало красиво. Спасибо, Комтуаса. Наверное, стало лучше. Все понятно, да? Вот я прочитал. И сразу вот, как говорится, цифры не врут. Вот сразу все стало ясно. Спасибо, Комтуаса. Реально. Офигенно. Вот. Мне очень нравится вот это вот. Все сразу объяснили. Асура свет. Муки подземного мира. Пассивный. Дополнительный эффект. Точность эффектов, наносимых дополнительными атаками, повышена на 30%. Вот это прикольно. То есть, с большей вероятностью накидайте дебафы. Так. И тебе привет. Так. Ага. Вот это стало... Ну, тут понятно, да? Что ты, типа, с большей вероятностью накинешь какие-то дебафы. Уже хорошо. Так. Асура. Вода, огонь, свет. Штурмовой кулачок. Изменение показателей. Оптимизировано количество дополн... Даже читать не буду. Едем дальше. Итак. Ожидается изменение характеристиках? Кстати, чатик, я вот три года не играл. Они часто так делают? Каких еще персонажей переделали за это время? Я впервые вижу такое. Никогда за мои семь лет в этой игре комтуасы не меняли статы. Никогда. Единственное, когда они вводили персонажа, они его анонсировали, но ввели его чуть-чуть с другими статами. Но это не то. Это не ребаланс, это не изменение. То есть, просто они переборщили с одним монстром. Было такое. Но это не то. А вот такое на моей памяти впервые. Если еще кого-то переделали, напишите. Так вот, смотрите, что они сделали. Оптимизированы. В общем, они переделали статы. Раньше у огненного десантника было относительно мало хп, мало атаки, но достаточно много брони. То есть, он такой типа балансный персонаж с маленьким количеством, соответственно, атаки. Теперь, больше хп, больше атаки, но меньше брони. Я скажу так, что тут конкретно апнули атаку. Кто-то скажет, да ладно, 55 атаки это мало? Нифига. Считайте всегда и плюс. И его родной баф на атаку. Поэтому это достаточно неплохой ап. Ну, типа это существенный ап. И смотрите, вот ему сделали там на тысячу, там, грубо, 200 хп больше. Но при этом брони на 130. 1200 хп или 130 брони. Что по факту даст вам больше. Не считая урон сквозь броню и так далее. Броня даст больше, конечно же. Если так грубо считать, смотрите, в игре, чтобы долго, да, не париться. 100 брони, это приблизительно 1500 хп. Ну, на то вам как бы, не то чтобы намекает артефакт, но все же, раньше когда-то намекал. Следовательно, 100 брони, это где-то 1500 хп. Ну, опять же, в какой-то ситуации, какая разница, сколько у вашего персонажа брони, если вас атакует Люшен. Ему как бы насрать, что у вас больше брони. Он имел в виду вашу броню. Как-то так. Поэтому здесь, я скажу, то есть выживаемость персонажа чуть-чуть упала, но дамага повысилась, ну, достаточно неплохо. То есть в целом его апнули. Вот даже по этим характеристикам. И десантник тьмы, опять же, да, хпшку не поменяли. Атаку сделали на 100 больше, на 100, Карл. Его так и зовут, кстати. Броню сделали на, грубо говоря, 100 меньше. Ну, так это правильный баланс. Сделали атаки больше, чем, ну, а броню понизили. Вот можно было бы так, да, так в игре специально делать. Берешь такой там за кристаллы или как-то берешь, понижаешь там, допустим, хп меньше делаешь, атаки больше. Ладно, вы представляете Люшенов? Люшенов, у которых ноль брони, ноль хп и при этом там, не знаю, 10 тысяч там атаки. Что-то типа того. А что, прикольно было бы. Да, Люшен, который кидает карты там, не знаю, по 50 тысяч. Хочу такого Люшена. Да. Короче, Карл стал явно лучше. Вот если бы вот эти статы работали там 5 лет назад, когда я его прокачал на Аракисе. Да, я бы его, наверное, юзал бы до сих пор. Он бы как раз бы вкидывал на вот эти там 7-8 тысяч дамаги больше, которых ему тогда не хватало. Да, он тогда бил где-то на 45-50 тысяч. И этого часто было недостаточно. Вот этих там буквально оставалось писелька хп, писелюшечка. А сейчас, конечно, он бы шкварил больше. То есть фактически артефакты дополнительно добавили. Дальше. Ожидается добавление лидерок. У русалок, наконец-то, лидерки будут. Боже, русалка воды. Аллилуйя. Ой, теперь опять в башне будет сложнее. Русалка воды. Увеличивает стойкость союзников на 30%. Русалка огонь. Блин, представляете, поменять бы им лидерки местами. О, я бы уже русалку воды раскачал. Вот честное слово. Русалка огонь. Она мне не нравится. У нее воскрешение тупое. Увеличивает скорость атаки союзников на 24%. Но добро пожаловать в защите. Персонаж 100% будет. Вот увидите. Дальше. Русалка ветер. Точность. Так, свет. Защита. И тьма. Хпшка. Ну, типа, лидерки уже хорошо. Там бывает такой момент, что ты вообще без лидерок атакуешь. И теперь хотя бы русалка. Особенно там, допустим, огненная. 24 скорости. Это офигенно. Да, даже водяная. Вон, 30 резиста где-то. Хотя я не верю ни в точность, ни в резист в этой игре. Но где-то может спасти. Так, исправление ошибки в навыках. Ясно. Это ничего такого. Это просто ошибка и описание. В общем и в целом. Чего хорошо апнули. Сильф. Водяной. Это то, что для меня запоминается. Уже будет проще проходить многие этажи башни. Дальше. Десантников. В целом апнули. Но не настолько, чтобы я захотел юзать, допустим, огненного. Темный. Возможно, стал бы мне интересен. В нынешней. Да, в нынешней теме. Дальше. Кто еще? Макака. Стало более противное вместе с окромой в башне. Темного дракона. Наконец-то улучшили. А то был очень слабый. Продолжим. Так. Теперь вы чаще будете встречать этого. Где он там. Страйкера. В дефе. Еще чаще имеется ввиду. Будете его встречать. Так. Кого там? Да. Светлый. Темный. Ну вот эти вот два первача. Не сказал бы, что их сильно там понерфили. Я же говорю. Светлый вообще сомнительно. Просто переделали. А темную чуть-чуть понерфили. Но не сказать, что ее будут реже юзать. Как-то так. Куколды стали меньше хилить. То есть в целом. Вроде бы много чего поменяли. И с другой стороны ничего не поменяли. Из того, что я юзаю. Я рад только. Не знаю. Тайрону. Тайрон сливает атакбарсмиро с килокласс. Я доволен. Я счастлив. Ну типа. Весь патч. Это для меня Тайрон. Да. Все остальное. Но типа. Я либо не юзаю. Либо. Оно мне не нужно. Либо не планирую юзать. Вот в ближайшее время. Ну и русалки получили. Дополнительные эффекты. Не знаю. Пишите, что думаете. Спасибочки. Да. Сомнительно, да? Напишите, что кому апнули. Да. Тайрон. Тайрон стал лучше. Это факт. Редактор субтитров. Продолжение следует...